Кубань-24 Уровень конкурсантов будут представители не только из России, но и из Сербии и Финляндии. Когда мы создавали этот фестиваль в 2001 году, нам хотелось объединить, во-первых, всех ансамблистов. Сюда к нам приезжали разные ансамбли из Южного федерального округа, а затем из Москвы и различных городов. И одновременно мы хотели поднять и образование в области ансамблей. Мы стали приглашать учащихся школ, вузов. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, творческие встречи с мэтрами и научная конференция. Возможность услышать конкурсантов и, быть может, открыть для себя новое имя у вас еще есть. Фестиваль продлится до 9 октября. Солисты лучших театров страны вновь на краснодарской сцене. Настоящий подарок для меломанов подготовил музыкальный театр. В опере «Паяццы» выступит солист Мариинского театра Александр Никитин. Он исполнит партию комедианта Тонио. Этот спектакль на сцене музыкального театра идет почти 10 лет. Опера была написана в конце 19 века итальянским композитором Лиан Кавалло. Именно «Паяццы» принесли автору мировую известность. В разные годы на разных площадках мира главные партии исполняли прославленные Энрико Карузо, Лучано Повороте, Пласида Доминго. На краснодарской сцене в роли Канио, хозяина театра путешествующих актеров, талантливый Вячеслав Егоров. В роли его жены Неды, прима театра Наталья Базеева. Увидеть самую известную оперу Лиан Кавалло можно 11 октября в музыкальном театре. Тихо о самом главном и сокровенном. Евгений Гришковец представит в Краснодаре моноспектакль «Шепот сердца». По цветам лампы среди разбросанных лепестков рост актер будет задавать откровенные вопросы зрителю. Весь монолог построен от главного действующего лица – сердца. Режиссером постановки выступил сам артист. Простым и доступным языком Гришковец расскажет о чувствах, которые спрятаны глубоко внутри каждого человека. Но о них, как правило, не говорят вслух. Поэтому для такого откровенного разговора Гришковец выбрал формат моноспектакля. Итак, посмотреть его в исполнении человека-оркестра, именно так называют Гришковца, можно 17 ноября. Звезды фигурного катания приедут в Краснодар. Олимпийские чемпионы, призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы – Ирина Слуцкая, Евгений Плющенко, Стефан Ламбьель – представят совместный проект «Короли льда». Зрителей ждет красивое светомузыкальное шоу, фантастические полеты над ледовой ареной, живой огонь на льду. Кстати, помогать создавать атмосферу на площадке будет известный скрипач Эдвин Мартон. В течение двух с половиной часов зрители увидят не только блестящее катание на льду, но и фантастические номера фигуристов-акробатов. Например, ледовый акробат Сергей Якименко, чей прыжок занесен в Книгу рекордов Гиннеса, покажет номер с прыжком на коньках через автомобиль. Шоу пройдет 29 октября в Ледовом дворце. Ведущая вокалистка Вашингтонского джазового ансамбля выступит в Краснодаре. Лори Уильямс представит свои яркие композиции. Благодаря мощному и красивому голосу она не раз побеждала на престижных конкурсах. Мировое признание и любовь зрителей принесли ей мюзиклы. А роль Эллы Фиджеральд дала ей право номинироваться на премию имени первой леди американского театра – оскароносной актрисы Хеллен Хейс. Свой дебютный альбом Лори выпустила в 2010 году и посвятила памяти матери, которая была ее близким другом, единомышленником, открывшим мир музыки еще в детстве. Оценить волшебный голос этой джазовой дивы краснодарский зритель сможет уже сегодня. Такими были новости культуры. Оставайтесь на нашем канале. Нам всегда есть о чем вам рассказать. До встречи!